Строительство Преображенского Спасограбовского храма велось на средства купцов братьев Могилевцевых и было закончено в 1904 году. Автором проекта был брянский архитектор Николай Лебедев. 24 октября 1904 года храм осветили в честь и память Преображения Господня. В XIII веке на этом месте находился Кафедральный собор Брянской епархии, около которого погребали священнослужителей. В летописи указано, что означенный храм построен на гробах брянских ладык Нектария и Нафанаила, поэтому церковь издавна называют Спасограбовской. В 1929 году храм был закрыт. До войны в нем был клуб, после войны – морг. В 80-е годы в здании действовал Дом занимателей науки и техники, учащихся трудовых резервов. На месте нынешнего купола находился тренажерный зал. Сотрудник Дома науки Михаил Смирнов с помощью архивных данных восстановил чертежи храма. По ним впоследствии церковь реконструировали. В довольно удручающем состоянии в 1992 году храм передали Русской Православной Церкви. Настоятелем был назначен молодой священнослужитель Павел Чекалин. В этом здании тогда еще были перекрытия, три этажа. На каждом этаже были по множеству кабинетов. Здесь на первом, или даже так нельзя назвать, это был просто где мы стоим на этом уровне. Здесь были пробиты окна в советское время. Поэтому с того времени, как мы начали готовиться здесь проводить первую божественную литургию, после этого параллельно и стало совершаться возрождение этого храма. Я все помню, как было разрушено, как все убирали эти перекрытия, какие были изранены стены, как мы кирпичи эти все таскали и доски все выбрасывали. И как потом мазали, замазывали, штукатурили, ступенек даже не было, как надо, чтобы можно было зайти. Все разломано было. И все мы трудились с таким желанием, вот именно восстановить его, залечить раны. Первое богослужение после открытия совершили на Рождество в 93-м году. Мы стояли на кирпичах, все тут разбито было, как-то темно было и неуютно. Но наш отец Павел, он такие проповеди говорил, что хотелось всегда приходить в этот храм. С тех пор жизнь в Спасо-Гробовском храме закипела. Благодаря усилиям священников, служителей и прихожан церковь обрела свой современный ухоженный вид. Сегодня священники Преображенского храма проводят и активную социальную работу. Здесь на приходе теперь организовано и социальное служение, то есть посещение больных, инвалидов. В храме организовано православное молодежное движение. Иерей Ягдикий изучает Евангелие с молодежью. Основная аудитория – студенты, молодые семейные пары. Образовался актив юношей и девушек, на которых можно положиться в делах храма и Брянской митрополии. Начинал еще его отец Павел, потом передал мне это молодежное движение. В данный момент мы с ними проводим так называемые евангельские беседы. То есть беседуем на евангельские темы, обсуждаем проблемы жизненные, как в этих проблемах поступать, следуя евангельским заповедям. Два года назад по благословению митрополита Александра при храме была организована детская воскресная школа. Изучают они закон Божий и церковное пение, даже так вот поют. Выступают у нас здесь на рождественских различных чтениях, готовят утренники на Рождество, на Пасху. Выступают они у нас и в епархии на концертах, на различных. Ну а старшие то же самое. Старшие занимаются уже отдельно, они и церковную историю изучают, и то же самое, закон Божий. Пока занятия и молодежного объединения, и воскресной школы проходят в нижнем ярусе храма. Но в будущем их переведут в просторное новое здание, которое уже строится на территории прихода. Иметь такое здание – это просто наша мечта, в котором мы планируем разместились бы такие необходимые помещения, как просторня, библиотека для прихожан, воскресная школа, ну и многие другие службы, необходимые для прихода. В честь юбилея храма состоится богослужение, которое проведет правящий архиерей митрополит Александр. Начало праздничного богослужения 26 октября в 8.30. Александра Седачева, Максим Кузнецов. При поддержке Пресс-службы Брянской епархии. События. Брянск.